всем привет я думаю этот ролик пойдет кому-то на пользу поэтому готовь чайок садись поудобнее и наслаждайся ты на канале вал дислай а это значит нужно подписаться прожать лайк оставить комментарий я иду к 1000 подписчиков не оставайся в стороне потому что именно ты поможешь продвижению моего канала совсем недавно у меня вышел ролик о том как сломался мой автомобиль им причину поломки которого я выявил только спустя месяц машина задыхалась буквально на ходу все эти протечки масло замена фильтров первичной и вторичной очистки бензина не помогли засекал сильно на работу и случилась очередная новая поломка этот раз уже непонятно что произошло я покажу просто загорелся чек и машина на второй скорости прям вообще не едет что-то где-то забито а чё где забито непонятно придется ехать на диагностику склоняться по пятам и тут и там по чердакам по городу столице напиться и заговориться быть вечно молодым вечно пьяным быть одиноким одиноким и странным где же ну что сегодня человек уже не горит у меня и все нормально в чем проблема я не знаю сегодня едем на диагностику нормальный автосервис все дальше все там и и как-то вечером после работы я решаю ехать в автосервис где мне проводят диагностику и выявляют поломку сломан у меня клапан игр и 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 это клапан игр какой-то так называемый 4 косаря меню все я думаю что на этом мои проблемы закончится или будет интересная часть уже дальше подскажите клапан игр нужен на лачете 1.4 сколько будет стоить наличие нету за сколько оригинал значит заказали мы этот двосчастный клапан игр так называемый через неделю только привезут я надеюсь что хоть бы это и было бы наша поломка еще одна серия про мою машину готова видимо так ребятушки о чем я вам рассказывал давлю в пол на второй скорости сейчас и она никак ехать не хочет сейчас еще раз покажу вот первая 2 пол давлю в пол максимального сколько есть все это на 2 еду и вот это я думал что замерз газолин в трубке подачи топлива оказывается не так оказывается датчик игр и то я не думаю что это прям очень точного но посмотрим дать ему уже заказали вот сейчас неделю ждем датчик придет попробуем что будет с датчиком я надеюсь конечно что все это исправится и будет нормально у братва наконец-то пришел мой клапан игр так называемый поехал вот его забирать ну и делать машину езжу пока на маминой других вариантов нету надеюсь надеюсь что что все таки неполадка была именно в этом клапане потому что вроде как другого ничего не попалось и ошибки указывали на этот клапан вот ну заберем поставим и увидим что же будет в итоге с моей машиной все тезраев заменили датчик поехали тестировать давлю на второй передачи пол вторая скорость машина не едет вот поехала опять короче с рыбками опять едет не помогло заменили этот клапан но проблема осталась и тогда я решил попробовать последний вариант а решили мы снять катализатор моей машины прямо в гараже ну и посмотреть что с ним что делаешь защита откручиваешь потому что замена клапана игр не помогла нисколечко теперь мы думаем что это катализатор сейчас будем его удалять удалять будем сами а чё ты удараешь ты стирать будешься ты блять дурачок что ли нет ты блять чё он слетел ты в эту блять уперся в трубу ебану эту блять бинго обнаружили проблему катализатор был забитый и что-то мне подсказывают что на момент покупки этот катализатор уже был не идеален так как машина разгонялась не должным образом ну а дальше самое интересное я позвонил сервис где занимается удалением катализаторов после того как не озвучили цену я подумал и решил что я лучше сделаю это в гараже самостоятельно значит выбиваем середину в катализаторе будем варивать трубу это стекловато не рекомендуется делать это в помещении конечно стекловато очень очень сильно летает и попадает в легкие все вот значит пацаны смотрите сделали то что вам бы сделали в сервисе то что не знаю что вот сделали туда это самодельный пламя-гаситель дальше на тест-драйве я вам уже расскажу будет ли он хороший или не будет в общем пока так вариант это самый дешевый наверное и самый ну пока не самый лучший блять потому что мы его даже не проверили еще момент такой в некоторых сервисах их меняют бесплатно удаляют не меняют из-за вот этой вот штуки вот эта вот штука она внутри находится и она дорогая не знаю в челябинске может быть порядка двух тысяч можно сдать вот эту просто вот эту плюсов внутри сделали пламя-гаситель самодельный позже расскажу как он нормальный ненормальный есть шумы нет шумов и так далее ну все будем ставить и как оказалось ничего сложного в этом нету мое решение оправдалось и удаление катализатора прошло успешно короче ребята заменили сделали самодельный катализатор который был забитый весь оттуда всю внутрянку и вы вытащили я вам это показывал вот кому надо перемотайте посмотрите вот сейчас будет тест драйв чуваки и дай больше чтобы она сейчас поехала и вот он долгожданный момент тест драйв номер два вчера было темно решил переснять поехали вторая скорость пол третья уже я думаю вам было наглядно видно какие изменения произошли так что вот такая поломка и я вам скажу машина показался очень даже ничего после удаления этого катализатора она начала ехать быстрее даже чем ехала на момент покупки ошибок двигателя у меня нету звуков таких как будто бы прогорел глушитель нету автомобиль работает стабильно вот я думаю на этом это не закон ну серия про машину не закончится но дальше будет интереснее будем маленечко преображать ее может заполирую может быть даже покрою жидким стеклом керамикой но это будет в следующих сериях и наверное не скоро но будет заключение все четко работает ошибок нету прошивка самая главная прошивка не потребовалась еще раз повторюсь посторонних звуков нету никаких что делают в сервисе они удаляют катализатор бесплатно но взамен они оставляют его себе и ставят вам просто трубу грубо говоря с креплениями вот и пламя-гаситель отдельно еще нужно купить и того у меня озвучили цену прошивка 3000 рублей пламя-гаситель 1200 рублей и того 4200 рублей самый главный вопрос я уже прям вижу вы его задаете как же я делал этот катализатор все весь пух на себя накинул не я мы делали катализатор в общем сняли катализатор с автомобиля весь вот этот фильтр что внутри выбили я его потом сдам в Челябинске вот вместо этого фильтра мы пустоту натолкали стекловаты и получается вырезали трубу диаметром 57 вырезали ее в размер катализатора да там на видео все видно и в этой трубе мы зигзагом чтобы пламя шло зигзагом наварили пластинки то есть на пол трубы в начале снизу в середине сверху и в конце опять снизу так что вот такой лайфхак получается я вам подкинул вот ну если вдруг вылезет чек то придется прошивать я все равно хотел прошивать ее сделать более помощнее потому что канал у меня начинает переходить тюнинг моих моей же машины так что я думаю что я это еще сделаю так что пользуйтесь и подписывайтесь пишите в комментариях что вы думаете по этой ситуации и вообще по в целом по поломке моей машины которую я наконец-то починил и радуюсь жизни кстати прет она ой намного мощнее чем она была даже на момент покупки я уже говорил что ну я думаю что стоит это делать конечно запах газов становится такой прям прям чувствуется до этого он фильтровался сейчас получается напрямую вот единственный минус тут пока что как вылезет чек я наверно вам засниму и покажу но это будет в инстаграме так что подписывайтесь на листу она вот прям здесь справа вот не забывайте туда подписываться там будет немножко подробно все укладываться посты и все в этом духе с вами был валдис вы были на канале валдис лайф и всем пока не ломайтесь и и и Субтитры сделал DimaTorzok